Всем привет! С вами снова интернет-магазин Antelive.com.ye И сегодня в моих руках модель под названием ZTE V790. Данная модель является бюджетной. Можно рассматривать модель ZTE как аналог вариантом на процессоре MTK6515. Те, которые обрезаны, идут без GPS, без 3G. Данная модель на процессоре Qualcomm. И я считаю, что за свои деньги очень интересный аппарат для тех, кому нужен бюджетный вариант китайского смартфона. Вот в такой вот коробке оригинальной здесь есть все надписи необходимые. Вот здесь есть надписи. Вот здесь какие-то надписи на китайском. То, что поддерживает модель. В комплекте из основного есть зарядка. USB кабель для подключения к компьютеру и опять же для зарядки. И в коробке есть также инструкции, которые особо не интересны. Давайте рассмотрим с вами внешний вид данной модели. Так как это довольно-таки интересно. Во-первых, спереди у нас не пластик. Идет стекло. Насколько оно будет защищено от царапин, я не знаю. Вот с завода идет вот такая вот пленочка. Но 100% не пластик. Идут 4 сенсорных кнопки. Меню, домой, назад, поиск. С этого бока у нас идет кнопка громкости. Вверх-вниз качелька. Сверху разъем под наушники. Кнопка включения и выключения. Тут у нас нет ничего. С этого бока у нас вход microUSB. Сзади у нас рифленая такая крышка. Не глянцевая, такая матовая, приятная на ощупь. Смартфон хорошо лежит в руке. Камера, решетка под динамик, логотип ZTE. И защелка под открытие крышки смартфона. Давайте посмотрим, что у нас там внутри. Значит, внутри выглядит данная модель вот так вот. Она работает с двумя сим-картами. Стандартный разъем GSM, само собой. И обязательно поддержка 3G интернета. В стандарте WCDMA. Также поддержка карт microSD. У меня сейчас установлена на 16 гигабайт. Аккумуляторы у нас здесь всего лишь 1200 мАч. Но благодаря тому, что размер дисплея всего 3,5 дюймов, скажем так, яркость не на максимум, то этого аккумулятора хватает довольно-таки надолго. Я свои тесты, которые я проводил с данным смартфоном, покажу чуть позже. Начать обзор данной модели можно, сказав о том, что модель действительно стоит очень мало. В продаже эта модель что-то около 600 гривен в Украине из наличия. В общем, могу краткую характеристику вам описать. Во-первых, для тех, кому нужны классные технические смартфоны, можете этот обзор дальше не смотреть. Потому что эта модель абсолютно бюджетная. Одна из самых-самых-самых дешевых. Наиболее дешевый Android, какой только можно получить. Особенностью данной модели является в том, что она поддерживает 3G интернет, она работает с беспроводными сетями Wi-Fi, Bluetooth. Она имеет за свою очень маленькую цену рабочий, классный, полноценный GPS. Да, она слабенькая. Да, экран не совсем современного уровня. Но за эти деньги, это модель, которая еще имеет и камеру. И когда я задавался целью делать этот обзор, я понимаю, что когда делаешь обзор на такую модель, такого уровня, главное, чтобы все вот эти функции просто-напросто работали. И начать свой обзор я хочу с программки Antutu, в которой мы посмотрим все технические характеристики данного устройства. Как вы видите, со старта модель запускается и довольно-таки существенно подтупливает, но ничего не сделаем. Здесь всего лишь 256 МБ оперативной памяти. Итак, Antutu. Antutu тест я уже делал. Набирает данная модель 2268. Это очень слабый показатель. Аналогичные модели на процессоре MTK6515 набирают больше, но эти модели обрезаны. У них нет ни 3G интернета, ни нормального полноценного GPS. Значит, что мы видим в Antutu. ZTE V790, Android у нас 236, процессор у нас Qualcomm Snapdragon 7225A, графический ускоритель у нас Andreno 200, разрешение экрана 320 на 480, 3-мегапиксельная камера. Значит, своей памяти у нас, как показывает нам Antutu, 152 МБ оперативной памяти, 181, но это означает, что 256. Скажу также сразу, что с прошивкой, с заводской прошивкой, сразу же оптимизирована работа с картами памяти. То есть, все приложения, нужные и ненужные, которые мы хотим устанавливать, они все ставятся на карту памяти. То есть, с тем, что здесь мало памяти, в своей встроенной, это не проблема. Процессор наш Qualcomm Snapdragon, он одноядерный, и частота от 122 до 1000 МГц. Экран, естественно, TFT, углы обзора покажу чуть дальше. Из датчиков посмотрим, давайте, во-первых, зайдем, посмотрим, сколько точек касания в данной модели. Это мы сможем сделать с помощью программки Antutu Tester. Очень долго загружается, прогружается менюшка. Значит, всего лишь две точки касания данной модели. Все датчики и сенсоры, которые есть в данной модели, мы сможем посмотреть через программку Z-Device Test. Она запускается. Значит, у нас здесь есть GPS, Wi-Fi, Bluetooth, есть акселерометр, есть датчик освещенности, который работает корректно. Есть датчик приближения, который также работает корректно. Есть гравитационный датчик. Данные меняются. То есть, да, действительно, он есть. Если говорить о одном из самых важных, вообще, что может коснуться любого смартфона, то есть, это экран. Экран, конечно же, здесь очень плохого качества. Во-первых, низкое разрешение, но это не самое важное. Углы обзора у данного экрана, но оставляют желать лучшего. Я вам сейчас покажу несколько картинок, но я думаю, вы уже и так увидели, что дисплей абсолютно не такой, какой мы привыкли видеть в нормальных современных смартфонах. То есть, во-первых, вот эти вот углы обзора, во-первых, оно уходит все сразу же в негатив, меняет, теряет цвет, теряет сочность картинки. То есть, смартфоном можно адекватно, нормально пользоваться только в те моменты, когда мы на него смотрим прямо. Если вот так вот вы видите, вот так вы видите. Вот. Яркость в данной ситуации, яркость у меня стоит на максимуме абсолютно. Прошивка в данной модели русифицирована, есть рабочие столы, все это можно менять. Android 2.3.6, я уже об этом говорил. Запас яркости вот у нас вот такой вот, вот эта минимальная яркость, вообще ничего не видно. То есть, пользоваться можно только в полной темноте, и то мне было некомфортно. Естественно, только на максимуме нужно пользоваться в данной модели. Что еще здесь можно сказать о прошивке? Естественно, русский язык, память, я уже говорил об этом, обо всем. Значит, идем по основным функциям. Во-первых, это GPS. Хотел вам показать свой тест GPS, а я делал скриншоты. Очень тяжело, блин, делать на таком смартфоне скриншоты, потому что кнопками я не знаю, как приходилось устанавливать программы. Сейчас найду эти скриншоты, где они. Очень долго он прогружает, вот вы видите все эти картинки, вот, нашел. Значит, спутники ловят вообще без проблем. То есть, я делал тест в помещении. Если выйти на улицу, то он словит их еще быстрее и будет держать отлично. То есть, GPS однозначно рабочий и все хорошо, корректно работает. Аккумулятор. Я говорил, что я вам продемонстрирую способность этого аккумулятора. Напоминаю, 1200 мАч аккумулятор. И я делал только один тест в данной модели. Это был тест синтетический с помощью Antutu тестера. Я тоже сделал скриншот этого момента. И, в принципе, сейчас поделюсь с вами с полученными результатами. Значит, результат меня очень порадовал. Данная модель набрала 763 балла. Это, блин, отличный показатель. Это показатель уровня модели Lenovo P770, у которого 3500 аккумулятор и 4,5 дисплей. Да, здесь меньше. Да, он здесь не такой яркий, не такой качественный, но аккумулятор заслуживает внимания. И вы можете не переживать о том, что вам придется заряжать этот смартфон каждый день. Абсолютно нет, потому что аккумулятор отличный. Если говорить о камере. Камера здесь одна. Она у нас вот здесь находится. Фронтальной камеры здесь нет. Камера снимает в разрешении 3 Мп. Но, во-первых, камера без автофокуса. Во-вторых, это не та камера. Ну, это нереальные 3 Мп. То есть, у меня когда-то давно-давно, когда я еще был студентом, была модель от Sony Ericsson с камерой 3,2 Мп с автофокусом, ну, это небо и земля, конечно же. Это просто камера для галочки, которая, ну, можно использовать, например, как видеорегистратор, но хотя это просто видеорегистратор будет для общих каких-то целей, никаких там номеров, ничего вы не увидите. Просто общую обстановку на дороге, скажем так. Что еще? По поводу игр. Игры, в принципе, данная платформа тянет. Я устанавливал, как вы можете видеть, здесь и Dead Tracker, и GTA Vice City, и Most Wanted, и Real Racing 3, и Modern Combat 4. Не смог, не запускаются у меня игры. Возможно, некоторые игры просто не тянут по железу, например, такие, как Real Racing 3. Хотя они скачиваются, они скачиваются на карту памяти. Most Wanted скачивается. Я видел обзоры на эту модель, у людей работали эти игры. То есть, несмотря на то, что даже вот такие слабые технические характеристики, оно все запускалось. У меня не получалось. То есть, из того, что у меня запустилось, это был Subway Surfer, и вот эта вот игрушка с леденцом. Я показывать этого не буду, потому что это простые Flash игры, которые не требуют особо никаких запусков, затрат технических. Вот такая игра тоже запускалась там, где муравьев давить. То есть, ну, это все самые-самые такие простые игры. То есть, смартфон не для игр. Плюс вы сами видели, как тупит данная модель. Вот когда, ну да, вот сейчас я по рабочим столам хожу, по ним, в принципе, нормально запускается. Меню, в принципе, моментально открывает, потому что оно все прогружено в память. Если я сворачиваю изображение после какой-то игры, после какой-то программы, то, естественно, оно очень долго прогружается в эту память. В принципе, все. Фотографировать я не буду. Показывать какие-то фотографии тоже не буду. Нет смысла в этом. Буду подводить итог. Модель со своей деньги актуальна, я считаю. Она найдет своих покупателей. Плюсы модели однозначно. Это рабочий GPS. Это рабочий Wi-Fi Bluetooth. Это рабочие 3G карточки, которые можно использовать в данной модели. Можно работать с интернетом. Можно работать с некоторыми простыми играми. Память телефона невелика, но хорошо запилена сразу работа с картой памяти. То есть, вы не будете испытывать проблем с установкой больших программ или игр на CD-карточку вашу, которую вы вставите. Однозначно минуса. Это малое количество оперативной памяти. Очень плохой экран. Минусом являются, естественно, технические характеристики данной модели. Очень слабенький аппарат. Но по корпусу никаких нареканий нет. По работе, по функционалу заявленному тоже никаких нареканий нет. Поэтому модель интересная. На этом все. Кому понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. Оставайтесь с нами. Всего доброго.